Ребята, извините за моё заспанное лицо, мы просто только проснулись. Нам позвонили в номер и сказали, что подогнали машину. Мы с Дашей забронировали машину прямо здесь, в отеле. Нам в интернете все говорили, что нельзя снять здесь машину без международных прав, которых у меня, к сожалению, нет. Я не подумал, мы их не сделали, вот мы уже путешествовали 10 месяцев без этих международных прав и везде берем транспорт и средства, так же, как и есть в Дубае, мы взяли без каких-либо проблем. Не знаю, что будет на дороге, если нас остановят, но тем не менее взяли. Взяли мы Hyundai Elantra, белого цвета, но есть некоторые царапинки, но мы себя засняли на всякий случай. О цене вам расскажет Даша. Четыре дня аренды автомобиля стоит 440 дирхан. Плюс нас взяли какой-то процентник и плюс нас взяли 140 дирхан сразу за салики. Это заплатный проезд по дорогам. То есть, в общем, мы отдали 600 дирхан. И сказал он, когда будете возвращать, может быть, за салики вам придется еще доплатить. Это пока неизвестно. Могу сказать точно, что если у вас будут международные права, то вам будет дешевле снять и арендовать машину, потому что вы можете это сделать в крупных компаниях. Мы как бы у частного лица снимаем. И также на карте заморозили у нас 1000 дирхан. На обычной карте MasterCard не кредитный. Я на машине не ездил уже не только по 10 месяцев. И еще я на автомате практически... Ну, я ездил раза три, наверное. Что, начинаем свой бомб-штур по Дубаям автомобиле. А, не по Дубаям, а по объединенным арабским номератам. Троган. Даша у нас сегодня будет в роли штурмана подсказывать, куда поворачивать, куда что. Я буду чисто рулить, смотреть за дорожной автономкой. Вот Даша, торговый центр, по-моему, большой на машину. Буду поехать в Алиске. Нет, вроде не разучился ездить. Я, честно говоря, что-то даже подзапереживал. Думаю, как мы поедем. Что-то не ездил уже. Смотрите, какие здесь развязки. Я сижу, смотрю четко в навигаторе, подсказываю Сашину, куда ехать. Дороги хорошие, ровненькие. Ездят вроде все прилично. Огрожнечение по городу 80. Когда мы брали машину, мужичок, который нам отдавал, сказал, что по трассе больше 120 ехать нельзя. Так, сколько у нас стоит бензин? Два гирка на 120, я не знаю, я у них мелких денег и не видел. 32 литра, 61 миллилитр. И получается 69,13 гирка. Расплачиваться на месте. По дороге мы заехали вот в такое кафе. Хозяин оказался родом из Барнадеша. Но и готовят они здесь примерно индийскую еду. Сейчас мы будем есть рис с курицей. Взяли мы одну порцию на двоих, и стоит она 11 литра. Вот хозяин Барнады, который из Барнадеша. Смотрите, какая огромная порция. Мы с Дашей устали с одной тарелки есть. Они говорят, наьте, вам еще тарелку. И еще риса привезли. Нравится мне в такие магазинчики заходить тихо и спокойно. Никто не толкается, и выбор большой. Да. Мы когда ехали, Даша уже начала паниковать. Мы в городе ничего не купили. Она такая, блин, где мы теперь купим? Мы в пустыне, мы нигде не поедим. Вот Даша, если не поел, у меня начинает психическая атака. Яблочки стоят, между прочим, 8 дирхам. Вот красные и 9,50 зеленые. Вот 8,50, груши 9. Ну, не бюджетно. Не бюджетно, да. Ценники здесь, мандаринчики 10 дирхам. На 17 умножаете, получается. 170 рублей килограмм мандарина. Деревья, блядь, деревья, смотрите, в пустыне деревья. А рассказывают, Даша, нам, что этих нету, да? Говорят, да. Да, в Руме... Все искусственное. Вон пальмы, хотя они за забором тоже... Они, наверное, здесь их выращивают. Это выращивают, да, это, наверное, специальный такой бетонический сад. Глянь, деревья. И прям так в глаза бросается, кстати, здесь зелень. Прям лес. Лес среди пустыни. Здорово. Здорово. В пубернаторах очень большие штрафы, поэтому обязательно пристегиваться, смотреть на все знаки, потому что потом просто можно не расплатиться. Страна богатая, штрафы большие. Да, причем здесь штрафуют как за превышение скорости, так и если вы будете ехать медленнее скорости, допустим, меньше 60 или больше 120. Мы едем по дороге, и с двух сторон нас окружает пустыня. Небольшие барханы и песок на дорогу даже выдувает в пустыне. Посмотрите, пожалуйста, и сейчас мы дарим продемонстрировать. Видите, вся дорога песком усыпанная. Так, вот такой у нас указатель Love Lakes. Мы едем на такую достопримечательность. И по такой дороге ехать нам 7 километров. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну, самое, конечно, пугающее, это вот 3-й слева. Запускать дрон здесь нельзя. И вообще в Роских Эмиратах я читал, что нельзя запускать дрон без лицензии. И надо получить какое-то удостоверение, что это там пилот, получить лицензию. И это и денег стоит В общем, если вы будете любить всего этого летать То, по-моему, 3 года тюрьмы Или 30 тысяч долларов Ну и вот, собственно говоря, само озеро Здесь есть уточки Как видите, это озеро с пустыней Вы представляете, в пустыне настоящее озеро С птичками Посмотрите, какие птички цветные Кто это? Да тут, наверное, дрон, поэтому нельзя запускать Чтобы там, ну, типа, птицу не повредить Наверное, какой-нибудь Как же без дрона здесь Здесь невероятный вид с высоты именно Озеро в виде сердца прям сделано И сама фотография с высоты этого озера Она очень впечатляет Озеро по ширине небольшое А вот в длину очень-очень даже большое Минут, наверное, 10 идем-идем И никак не сможем его обогнуть Потому что, ну, как Даша сказала Озеро выполнено в виде двух сердец И по ним вот надо как-то идти То есть сверху бы мы сейчас по краю сердца пошли Дорожка вот тут такая удобная Прорезиненная Прям идешь и наслаждаешься Ходить одно удовольствие И не жарко сегодня Ветер такой прям обдувает Прохладный ветерок У воды Вот тут с краю можно увидеть Что озеро создано искусственно Вот какие-то листы лежат Вот швы между ними Ну, что-то такое похоже на Вот как рубероид И, наверное, все дно устелено вот этими листами Присыпано песком И потом как-то они, я не знаю, воду наливали Привозили сюда Или, может быть, до какого-то они все-таки Родника докопались Не знаю Нет уже сил обходить Даша решила пойти вброд Ой, так холодненькая водичка По этой дорожке, где мы сейчас с Дашей проходили Ездят машины Это изначально, видите Все было продумано Как мостик Идем мы на вот этот бугорок Он здесь единственный Является возвышенности На которую мы забираемся Чтобы посмотреть на все это озеро Сверху Вот такой нам вид открывается сверху Вот этого бугорка Кто-то собачку туда дадут Ну, что хочется сказать про это место Ну, знаете, как Конечно, да, интересно То, что такое большое озеро Прямо в пустыне Ну, а в целом Озеро Деревья Птички В основном это уточки Не знаю, ничего не могу сказать Приехать так посмотреть Ну, чего-то такого удивительного Особенно для нас Людей, живущих в средней полосе Я думаю, ничего удивительного не будет Погуляли по озеру По пустыне Побегали по барханам И едем дальше Нам до следующей точки нашей Остановки 100 километров Встречаем закат Мы доехали до города Хата Остановились у большого торгового центра А почему мы останавливаемся всегда у торговых центров Центров, да, правильно Когда мы ездили по Турции Мы всегда так и делали Во-первых, потому что здесь есть парковка А во-вторых, здесь есть туалет Где можно Помыть все свои причиндалы Умыться, почистить зубы Ну, так вроде как здесь Ну, вообще не то, что здесь Вообще на парковках Так и люди Кругом более-менее безопасны Ложимся спать И увидимся с вами завтра Переночевали мы ночь в автомобиле Мы когда спали У нас были приоткрыты окна Но ночью мы все закрыли Потому что ночью даже стало холодно И посмотрите Мы проснулись И вокруг нас горы Представляете В Арабских Эмиратах горы Это точно Арабские Эмираты? Кругом горы Возле супермаркета Мы нигде не смогли припарковаться Чтобы постоять в тенечке Чуть-чуть отъехали И вот тут такой навесик Как остановку напоминает Такие навесы очень часто стоят У частных домов Люди возле дома машину ставят И дам вот такой навес И здесь вот парк какой-то И у парка тоже, видите Такой навесик То есть вы подъезжаете Ставите машину в тенечек Идете гуляете Мы приехали В какой-то парк Называется Viewpoint Форт Тут, наверное, вид на форт На горы При подходе к парку Мужчина нас остановил Сказал здесь Only Lady Но именно сегодня Заходят туда только Леди и дети Здесь лавочки Тенечек Ух ты, даже мангал есть Такой здесь открывается вид И вот Я уже считаю на вершине Здесь такая башня Везде у них беседочки С мангальчиками Площадки детские Под крышей Очень приятно Когда есть специальные дни Прям для женщин Так что Здесь не только 8 марта День женщин, да? Кстати, я считаю Вот здесь в Эмиратах С транспортом, да? То есть не хотите ехать С мужском вагон Со всеми С мужчинами С мужиками Для вас есть отдельный Женский вагон Это вообще классно Для детишек Для женщин Посмотрите на какую достопримечательность Мы приехали Кто бы мог поверить Что это Дубай Кругом горы И горное озеро Красотень Все что мы знали И видели От Дубая Что это Песок Небоскребы И море А здесь еще и горы есть Цены на лодочки Начинается От 60 дирхам И заканчивается 600 дирхам Ну вот Самый, наверное Вот для семьи Мне понравился вариант 120 дирхам Здесь двое И ребенок помещается Безлимит А вот это на одного Лодочка Тоже за 60 безлимитная Можете брать Весь день плавать Но самый крутой вариант Это вот под крышей Мне кажется За 300 В компании Берете под крышей И надувной такой Катамаранчик Плаваете 300 Чтобы было понятно 300 это Где-то примерно 6 тысяч рублей На 17 рублей Один дирхам Но если округлить На 20 Как раз получится Ребята Это трэш Вообще трэш Мы запустили дрон И вот И к нам подъехала полиция И они как-то быстро Не определили Хорошо У нас мы попрятали пульт Они у нас проверили права Все документы Мы ребят долетались На дроне Задержали в полицию Это вот наверное Какой-то один из Главных полицейских Вот тачка Которая нас задержала За ней стоит наша машина Ну короче Я не знаю Что будет дальше Вообще читал в интернете Что три года тюрьмы Или 30 тысяч долларов штраф Ну Пока они выясняют Что с нами делать Пьем кофе Нам выписали предупреждение Дрон у нас В тюрьму Нас не посадили Штраф не выписали Вот здесь Это какой-то шеф Это вот кто нас задержали Особенно вот этот Человек нехороший Нас не хотел отпускать Все Даша заплаканная Но все Слава богу все хорошо закончилось Дрон наверное Больше запускать не будем Все Спасибо У меня сейчас был стресс Наверное прибавилось седых волос Потому что перед поездкой в Дубай Саша читал И запугал меня Что если нас поймают с дрона Он нас посадит Непременно в тюрьму И мне было очень страшно Реально Мы почти обманули полицейских То есть мы запустили дрон И когда они к нам подошли Дрон еще летал Мы пульт все положили назад И они к нам подошли Мы сказали У нас нет дрона И они уехали И мы уехали Наверх поднялись И дрон без нас там сел На ту же площадку И мы наверху минут пять побыли И они тоже Полицейские вместе с нами И мы поехали обратно вниз И конечно же они за нами Поехали обратно вниз И они нашли дрон Просто мы остались рядом с дроном Хотели его забрать Так как мы там на стоянке были одни И соответственно Все на нас Подумали Подумали что он просто подошел Такой по тупому Типа ваш дрон Мы такие не Он такой да надо Типа забирай такой Типа на дрон Мы такие раз я за дрон Он прямо выходите из машины Я такой сразу Выходите Все типа ваши права Там ваша айди Там все Как начал орать Мы такие да не нет Выходите я сказал права Права ваша Разорался Мы такие думали лучше бы он остался бы Этот дрон бы Думал бы уехали бы И в общем Дали им права Паспорт И нас увезли в полицию Так нам прямо Поэтому что я могу вам писать Лучше вообще не запускать дрон Потому что даже вас в полицию отвезут Вам нужны эти проблемы Тем более ты не знаешь Где будет это отделение Может там час вы будете ехать И лучше наверное не обманывать Те как они Им очень не понравилось то что мы их обманули Первый раз И сказали что у нас нет дрон Может быть Если мы сказали что у нас есть дрон Конечно не факт что они нас не повезли бы в полицию Но все бы это было бы не так Они бы так на нас не обиделись по крайней мере Они сказали что лицензию надо делать Типа если хотите летать делайте лицензию То есть нам как бы выписали бумажку Мы подписали о том что Как они нам сказали что Предупреждают нас что без лицензии здесь летать нельзя Мы подписали документ который полностью на арабском языке Это конечно было настолько глупо Да кстати говоря Но нам не дали ничего чтобы мы там заплатили штраф Или еще что то И каких бумажек нам не дали Ну я им верю я думаю что это было предупреждение А если нас остановят второй раз с дроном То мы уже предупреждением не отделаемся Вот и все Проезжаем мимо города Кальба Тут мы видим Тадж-Махау Через 300 метров сверните с кольца Здесь у нас Тадж-Махау И был еще форт Сейчас я покажу Вот форт Достопримечательность Написано руина Но видно вот его восстанавливает Ну ты думаешь стоит ехать чтобы его посмотреть Через 400 метров развернитесь Заправочка Ну у магазина Остановились мы на заправочке Хотели сходить до моря Но что то далеко оказалось идти Вы смотрите здесь какая парковочка Стоите 30 минут По истечении этого времени вызывает эвакуатор И вас отсюда увозят Вот так все Дубаев непросто Ну и вот такой городок Кальба Не наблюдается здесь высоток особо больших Дома обычные 9-ти этажки Не знаю 12-ти этажки Город похож на майонез Почему на майонез? Кальвинь Кальва Это что такой шторм сегодня был? Да Смотри а все песком закидало в трактор Пригнали на набережную Палки сюда долетели Представляете какие волны Если сейчас это спокойно То билось прям сюда все залетало Глянь вертик полетел какой-то вагент Потому что ищет там Дрон наш ищет наверное Вон там вымыло аж глянь какое впадина в песке Какой-то бак огромный выкинуло Мусор весь Это море просто почистилось От мусора который люди накидали О сейчас посмотрим что там вот эти мальчуганы собирают Ну что мне нравится Вот здесь Краб Краб-краб Мистер Крабс О Краб хотите Я буду туда целиком погрузить. А, вода и вода, они фоткаются. Это вот что, ты этот фрак накопал? Да. Да ну. Я где-то видела. Красный флаг висит. Вон люди фоткаются, им свести спасательки, чтобы они отошли от воды. Но реально вот вода была аж вон, доходила вон, да, вон той, вон, белой полосы. Видимо, мы что-то пропустили, что-то большое. Вот здесь бесплатный душ. Классно. Вода какая? Холодная? Ну, это комнатная температура. Не хочешь скупаться? Если что, приедем сюда. Когда ты приезжаешь откуда-то с отдыха и ты не загорелый, то я тебя спрашиваю, а чё, как отдохнуть? Да, всё нормально, класс, отдохнул. А чё не загорелый такой? С погодой не повезло, да? Или что-то, обязательно надо быть загорелой, если это был день на море. Мы приехали к мечети, которая называется Бадьях Москвы. Вот такая старенькая мечеть. Как надо выглядеть. Ну, по идее, у меня мои штаны должны сойти за вот такие, как ты думаешь? Ну, я нарядилась. Саша не стал наряжаться. Говорит, иди ты снимай. Пойдём, поснимаем. Может, тебя заберу попу, давай иди. Так, никого нет. Коврики есть. Говорят, что это самая-самая старая мечеть, которая есть и в Эмиратах. Поднимаемся мы на гору и видим здесь пальмы. Ну, вот, кстати, здесь, может быть, уже и правда растут пальмы. Потому что здесь горы, здесь уже немного другой климат. Здесь не совсем пустыня. Красота, птички поют. На улице очень влажно, не жарко. А сейчас уже, не знаю, Грацево 25 с огромной влажностью, наверное, на 100%. Мне кажется, всё такое липкие, знаете. А с этой стороны, где море, у нас тоже должны быть пальмы, но от них только стволы остались. Их либо только посадили, либо уже зелень отвалилась. Просто какие-то бодулышки из земли торчат и всё. Бодулышки. А смотри, куда можно пойти. Вон туда. На горы, на горы высокой. Но это для альпинистов специальная тропа. Сейчас пойдёшь, и полиция задержит, скажет, куда ты пошёл. Тут же нельзя особо ходить, там, где не ходится. Хоть теперь боимся полиции дубайскую. Я уже всех боюсь от этих. А я охранник, и коп. Не знаю, я думаю, сейчас ещё за что-нибудь попадёшь. Ещё неизвестно, что всё закончится. А то, видите, нам там бумажка какую-то на арабском подсунула. Мы расписались. Это вообще где-нибудь в аэропорту задержат. Скажут, не выйдите, пока штраф не оплатите. Мы готовимся к своим вечерним посиделкам. Даша уже тут яблочки помыла. Что у нас даже сегодня будет в программе? В программе у нас сегодня будет... Что из холодных закусок? ...жимтоник и яблочкой закусывать. Вот что у нас будет в программе. Это то, что у нас осталось в Дитифри. А то у нас люди спрашивали на стриме, откуда у вас алкоголь. Время 8.05. За окном ночь и 30 градусов тепла. Мы никак не можем улечься спать, потому что стихия разбушевалась не на шутку. И уже смывает тут дорогу. Вообще-то мы даже не можем уснуть, потому что неизвестно, где мы проснёмся утро. Может быть, в открытом море. Может, сразу переедем, да? На машине в другую страну? Да. Сваливает. Ай, валите! Глянь, глянь! Они убегают! Всё, затопило нафиг! Вот это все эти тенё. Копы забрали. Попали в шторм. Глянь, машина сядет. Глянь, что творится? На дорогу вышла вода. Слышь, нам там машина не смоется? Нет, не нормально. Ну, у нас там поспокойнее, чем здесь. Глянь, даже камни выбрасывает на дорогу. А чумеет. Машины, да, прям всё-то смывают, да? Да, да. Врачи повыходили все из машин. Мы шейхов называем врачами, а не в белых халатах. Скорую вызву какого-то врачей сколько-то ставить. Мы будем надеяться, что морюшко успокоится. Да. Хотелось бы в этой идее. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok